В прошлой лекции мы говорили о том, что такое обучение, какие существуют подходы к обучению, и о том, какие метафоры могут описывать процесс обучения. Сегодня мы заглянем в Библию и посмотрим, что Библия нам говорит об обучении. Большинство из вас знакомы с Библией как с книгой, в которой говорится о пути спасения, о том, как Господь пришел на землю, чтобы спасти свой Божий народ. Правомерно ли искать ссылки на обучение в этой книге? Конечно, основное послание Библии сосредоточено на отношении Бога к человеку, на его путь спасения, на прощение и путь к вечной жизни. Но вместе с тем достаточно большая часть Писания говорит о том, как это делать, какими путями достигается спасение. И многие из этих ссылок как раз относят нас к процессу обучения. Но давайте сначала заглянем на страницы Ветхого Завета, а потом обратимся к тому, что было вновь в заветные времена. Итак, начнем с самого начала. С чего начинается библейская история? После того, как мы читаем о сотворении мира, одним из краеугольных моментов истории является заключение Богом Завета с Авраамом. Это событие является краеугольным камнем Ветхозаветной истории. Весь менталитет и вся история Ветхого Завета сплетаются вокруг этого события. Вокруг того, как Бог говорил к Аврааму и какие обетования ему давал. Бог не только обращается к этому человеку, но простирает свой взгляд намного дальше. Он простирает свой взгляд в глубину веков и обещает дать благословение его потомкам. В связи с этим, этот завет, который был заключен много лет назад, он принадлежит не только тем временам, но он передается из поколения к поколению. Когда мы читаем книгу «Второзаконие», мы видим такие слова, которые непосредственно говорят нам о том, как проходило обучение, каким образом это знание о Завете, об отношении к Господу передавалось. Давайте обратимся к тексту. Итак, «Второзаконие», 4 глава, с 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть, и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкую над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Обратите внимание, что содержанием образования в данном контексте является не просто передача какого-то знания, но передача отношения любви к Господу, верности и соблюдения закона от одного поколения к другому. При этом интересно, что знание это передавалось не в виде какого-то формального обучения или программы, когда ученики редком сидят и слушают одного учителя. Это знание вплеталось в контекст их каждодневной жизни, когда они шли дорогу на какие-то дела, может быть, на пастбище, так как они занимались животноводством, или в другое селение, или на праздник. Они должны были говорить о том, что сделал Господь в истории этого народа. Когда они занимались домашними делами, они ложились спать или вставали с утра, они должны были возвещать своим детям о том, что сделал Господь. И эта традиция передавать отношения, передавать ценности, она тесно сплетена с тем, каким образом еврейская нация живет и по сей день. Несмотря на то, что прошло очень-очень много времени с тех пор, как были сказаны эти слова, мы знаем, что Израиль является одной из самых высокоразвитых технологических стран, которые очень ценят обучение, очень ценят образование и всегда к нему стремятся. То есть этот путь неформального обучения, передачи отношения к знаниям, он прошел через века, прошел через времена преследований, гонений, через времена рассеяния, и времена, когда Израиль вновь собрался на своей земле. Итак, мы видим, что в Ветхом Завете образование начиналось с самого начала, с момента передачи отношений к Господу, передачи веры, передачи своих религиозных переживаний от отцов к сыновьям. И благословение таким образом переходило от одного поколения к другому. Каким же образом это притворялось в жизни в ветхозаветной истории? Мы знаем, что в какой-то момент это образование приобрело какие-то формальные черты. В момент, когда Израиль был уведен в плен Бавилон, они не могли поклоняться в храме. В то время много образовательных элементов, таких как праздники, жертвоприношения, которые все сопровождалось объяснениями, почему это происходит, были невозможны. Что же тогда можно было предпринять для того, чтобы сохранить эту веру? В этот момент образовались школы, которые позже были названы синагогами, в которых евреи собирались для того, чтобы просто читать закон. Позже в них образовались учителя, которые имели немного больше знаний, чем остальные о законе. Они не были священниками, они были просто учителями закона, которые помогали другим обращаться к Торе, читать ее. Совершенно естественным образом вокруг этих школ выросло и обучение грамоте, потому что все еврейские мальчики должны были быть способны читать Тору и знать ее. И это невозможно, если ты неграмотный человек. Позже начали открываться школы при синагогах, где мальчиков обучали читать и писать. Таким образом, мы видим, что в Ветхом Завете образование рождается из Завета Авраама с их народом. Можно сказать, оно является неотъемлемой частью той заповеди, которую Господь дал. И со временем оно развивается в русле семьи, в русле религиозных традиций и приобретает более формальные черты во времена Вавилонского пленения, когда образовываются синагоги. Дальше эта традиция продолжается. И вы знаете, что до сих пор при синагогах существует очень много образовательных курсов, которые занимаются и евритом, и занимаются обучением людей правильному иудаизму, правильному поклонению Яхве. Что же в Новом Завете? Есть ли там какие-то упоминания о том, каким образом должно было проходить обучение? Прежде всего, в Новом Завете нам нужно отметить преемственность между тем, что было в Ветхом Завете и в Новом Завете. Иисус, когда пришел на землю, проповедовал, Он прежде всего подчеркивал, что, несмотря на то, что Его учение было очень свежим, обладало новым качеством, новой духовной глубиной, Он пришел не для того, чтобы отменить закон. Я пришел не отменить, но исполнить, говорит он. И основное время Его активного служения Он был вовлечен в работу с этими 12 учениками, которые Он призвал. Он выбрал их для особенной участи, для того, чтобы они были с Ним, для того, чтобы Он мог их учить. Мы знаем, что вокруг него также были толпы, были 70 учеников, которые были также приближены. Но основные три года Он провел, разделяя хлеб, разделяя кровь, разделяя всякие различные жизненные ситуации с этими 12 учениками. Это определенный метод обучения, который вместе с тем был и культурно обусловлен. В то время были такие пророческие школы, пророческие школы и другие школы. И мы видим, что Иоанн Креститель тоже имел школу, имел учеников. Апостол Андрей принадлежал этой школе. Но вместе с тем, это обучение было совершенно другого качества. Иисус открывал им истины о Царстве Божии и открывал им совершенно необычным способом. Он не был просто человеком, который возвещал какие-то истины, но Он полностью являл их в своей собственной жизни. Если Он говорил о чудесах, об исцелении, объявлении Божьей славы, Он притворял их прямо на их глазах. Они видели эти исцеления, они видели Божью славу, они видели, как люди изменяют в своей жизни под воздействием слова, которое исходило из Его уст. И когда Иисус готовил учеников к тому, чтобы уходить, Он говорил им, что несмотря на то, что Его путь земной закончил, Он не оставит их одних, но Он оставит Духа Святого, который будет продолжать их учить, будет продолжать их вдохновлять и наставлять их на всякую истину. Какие напутственные слова Иисус оставил Своим ученикам? В Евангелии от Матфея мы читаем «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Таким образом, проповедь радостной вести неразрывным образом связана с обучением, потому что в этом великом поручении, как мы называем эти слова теперь, сказано «идите и научите все народы». После вознесения Христа ученики продолжили Его служение, и в очень многом они поступали так же, подобно Ему, как делал это Он на земле. Поэтому они, вдохновленные Святым Духом, шли в разные места и несли евангельскую весть. Чем занимались они там? Их проповедь состоялась большого количества научения, когда они обращались к местам Писания, и когда они говорили о том откровении, которое они получили после вознесения Христа, когда Он открыл им значение Писания, Он сказал, что «все, что сказано, сказано обо Мне». И они шли и несли эту радостную весть, очень многим народам открывая им Царство Божие. Что же послание? Мы говорили сейчас преимущественно о Евангелиях. Что же послание? Говорят ли они о том, что обучение является частью следования за Христом? Конечно, да. Особенно хочется обратить на послание Тимофею, ученику апостола Павла. Павел много трудился вместе с Тимофеем, в какой-то определенный момент отправил его на самостоятельное служение, на то, чтобы мы с вами сейчас назвали пастырство в одной из церквей. Какие же слова он обращает к Тимофею? С какими назиданиями он пишет ему? Мы читаем в 1 Тимофею 4, 13. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Другое место. 1 Тимофея 4, 16 стих говорит «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». 2 Тимофея 2, 15 стих «Старайся предоставить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающие Слово истины». Еще одно место Писания. 2 Тимофея 3, 14-17 стих «Прибывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя по спасению, веруя в Христа Иисуса». Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Таким образом, изучение Писания, наставление в вере, обличение, исправление пути были неотъемлемой частью жизни Ранней Церкви, это было то наставление, которое апостолы передавали своим ученикам, и которое до сегодняшнего дня обращено и к нам. Мы слышим эти слова, и мы понимаем, что часть следования за Христом состоит в том, чтобы мы росли в наших сердцах, мы росли в нашем совершенстве, мы росли в наших знаниях, в нашем познании Господа. Поэтому часть обучения – это неотъемлемая часть христианской жизни. Итак, мы увидели, что обучение красной нитью проходит через страницы Ветхого и Нового Завета. Оно являлось частью передачи Заветы от одного поколения к другому. И также оно является средством, через которое вера в Иисуса Христа передается от апостолам, своим ученикам, от учеников, другим людям. Таким образом эта весть пришла когда-то к нам. И мы видим, что обучение неразрывным образом связано с христианской жизнью, следованием за Христом. И это тот завет, который мы слышим, обращенный к нашим сердцам. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. На страницах Библии мы видим, что обучение красной нитью проходит через страницы Ветхого и Нового Завета. И мы видим, как от поколения к поколению вера передается от отцов детям. Но мы также видим, что своей кульминацией обучение достигло в служении Иисуса Христа, в то, каким образом он вел и наставлял своих апостолов. И об этом мы поговорим на следующей лекции.